Денежная фиаско вместо быстрого заработка. Житель Кировской области, кажется, невольно поставил антирекорд. Мошенники выманили у него круглую сумму. Сколько миллионов рублей потерял мужчина и как его обманули, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Житель города Слободское дал мошенникам почти 2 миллиона рублей. Три недели назад ему позвонили якобы аналитики интернет-биржи и предложили способ быстрого заработка. 53-летний мужчина зарегистрировался на сайте, где ввел данные своей карты. С нее стали списывать деньги. В общей сложности он потратил 1 миллион 800 тысяч рублей. Когда мошенники начали просить еще денег и не давали забрать вложения, мужчина обратился в полицию. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Кража в особо крупных размерах». В первом полугодии 2021 года сотрудники Роспотребнадзора провели больше 4000 исследований питьевой воды в Кировской области. По санитарно-химическим показателям результаты не соответствуют нормам в 24 районах, в том числе в Зуевском, Кирово-Чепецком и Слободском. В воде Нововятского района Кирова нашли несколько загрязняющих веществ – бор, кремний и нитраты. По результатам всех проверок за первое полугодие возбуждено 12 дел об административных нарушениях. Самый летний телепроект продолжает принимать видеоэкскурсии кировчан по дачным участкам. Садоводы ведут борьбу за главный приз месяца – два деревянных шезлонга. Победители объявят в конце августа. Чтобы тоже стать участниками и побороться за почетное звание, скорее берите в руки камеру, запишите в видеоэкскурсию по дачному участку и отправляйте готовое видео в сообщения нашей группы ВКонтакте «Новости Кирова». Ссылка в углу экрана. В Кирове на набережной Грина установили новые скамейки. Они необычные. С наступлением темноты опоры будут подсвечиваться за счет светопроводящего бетона. Включаться подсветка будет вместе с уличным освещением. Редактор субтитров А.Семкин